Дело все в том, что история, как говорил когда-то Галич Натона, история, которая ни слова, ни полуслова не соврет, имея в виду как раз наоборот. Я считаю, что мы должны все бороться за правдивую историю. И смотрите, вот мы живем, и выросли все, например, о том, что не будь на до Господня воля, не отдали бы Москвы, да, Бородино. Мы же, Бородино, проиграли, но никто не хочет признаваться, даже в те времена. А зачем? Ну, кто будет признавать? Да, я слабый оказался. Мы проиграли, поэтому ушли. Мы выиграли потом, мы выиграли главный, мы выиграли войну. Но сражения и так далее, и так далее, таких историй, знаете, огромное количество. Можно трактоваться как угодно. Но я никогда не прощу, так сказать, в нашей стране, что 750 тысяч человек погибло только для того, чтобы 7 ноября освободить город Киев. 750 тысяч человек, у каждого есть мама, папа и дети. Теперь умножьте, поймите, какое количество трагедий, а если бы это было не 7 ноября, а 10. И так далее, и так далее. Вот эту историю, страшную историю того, что натворили наши руководители в разное время, это касается и царских, и так далее. И перекос, что Петр хороший, а Иван Грозный плохой, он очень спорный. Для меня Иван Грозный сделал больше для России, например, чем Петр. Намного. И Петр убил народа побольше, потому что количество костей, которые лежат под Санкт-Петербургом, когда географически более неудачного места для того, чтобы строить город, невозможно. И так далее, и так далее. Поэтому история очень непростая. И во времена Ключеревского, и всех остальных, кто писал эту историю, они тоже были, так сказать, все время куда-то, прикладывали хоть ту точку. Очень трудно быть абсолютно адекватно, нейтральным и писать эту историю. Может быть, меньше неудачные места описывать короче и проще, а удачные победы какие-то более широкими. Может быть так. Ведь выяснилось, что никакого ига не было. Были бандюки, которые набегали. Когда я учился, было татаро-монгольское, теперь монголо-татарское. Что поменялось, я не знаю. Значит, я говорю, что ига никакого не было. Ну, не было ига, хоть удавитесь. Бандюки набегали, да, были бандюки, которые бродили. Набегали, хватали, убегали. Поймают, поймают. Нет, нет. Умные делали с ними всякие соглашения различного характера. Почти ничего не меняется сегодня, только это называется рэкетом. Понимаете, приплачиваешься и так далее, и так далее. Вот так, если разбирать историю, то что останется вроде, а чем нам тогда гордиться. Есть победы, все равно ведь есть огромное количество побед, и страна сильная, и шла, но по-разному шла. Как сделать эту историю нейтральной? Самое главное, как воспитать в этих детях чувство патриотизма? Это очень важно. Гордиться своей страной, своей историей, хорошей, средней. Но она есть, и ее обманывать нельзя. Поэтому мне кажется, что чем правдивее будет история, тем будет лучше.